«Господи, благослови это слово!» Говори своим Духом Святым, прикасайся к каждому из нас, меняй нас в свой образ, исправляй нас, Господь, освящай, чтобы мы были действительно Твоими сыновьями, дочерями и учениками, священниками, чтобы каждый из нас мог быть тем, кем Ты предназначил из нас быть. Аминь. Знаете, интересно, но Бог как-то мне не давал покоя. Я пыталась и так, и этак. Может, о чём-то другом говорить, может, ну много же о чём можно говорить, но почему-то вот это вот меня не отпускало. Я назвала эту тему, ну просто даже не назвала, а мы будем сегодня говорить о лжесвидетелях. О лжесвидетелях. Мы привыкли как-то разные ложные ветра учения, там ещё что-то, что касается Евангелия, Слова Божьего, что кто-то извращает, неправильно свидетельствует о Христе или вообще говорит, что верующие на самом деле Христос и не вспоминают о Христе или просто вспоминают как-то там. Но мы будем говорить о нас, будем исследовать наше сердце, чтобы нам ещё больше понять, кто же такой лжесвидетель, что же такое ложь, как Бог на это смотрит, что Бог от нас ожидает. Откровение, 12 глава, 10 стих, там написано «Низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Вы знаете, о ком речь? Речь о сатане. Он клевещет. Он как начал клеветать в Эдемском саду, и он продолжает до сегодняшнего дня, и он будет клеветать до суда. Когда придёт время, и будет он осуждён со своей клеветой. Дьявол, он клеветник, и он клевещет и говорит ложь не только на людей, но он говорит и на Бога. Тоже в Эдемском саду он первый, он же начал, он сказал, а подлинно ли, да? А правду ли Бог тебе сказал? Ой, если бы ты знал, что он от тебя скрыл. И люди усомнились в Боге. Но это говорит о том, что плотская натура, она сработала. Люди не поверили Богу и поступили по-своему. И очень часто так и в нашей жизни бывает, что мы поступаем по-своему. Вот так и человек. Если он клеветник, то он что делает? Он рождает эту клевету. Через него появляется эта клевета. Мы можем сидеть в церкви, рядом друг с другом. Ну не зря и пастор говорит, и мы сами посмотрите, сколько нас приходит в среду. В субботу нас больше. Но вы помните, сколько нас было раньше? Сколько нас было раньше? Я лично слышала от многих людей, которые постоянно были недовольны церковью, недовольны пастырем, недовольны лидерам своим, недовольны кем-то ещё, притыкались на ком-то. Иногда люди притыкаются на ком-то, потому что я уверена, что дьявол, он очень часто извращает информацию, которую слышит от кого-то. Я просто знаю, что у меня в жизни было такое. Я говорила, ну вроде как безобидную вещь, просто говорила, ну ничего такого, ну ничего не сказала я такого. Но почему человек подумал так, я не знаю. И получается, что меня обвинили в том, что я там обидела, оскорбила. Я уверена, что дьявол, он извращает информацию. Но дело в том, что у нас же должна быть Божья мудрость. Мы не должны становиться клеветниками. Вот что такое клеветник? Клевета — это ложь, правда? Лжесвидетель. Я просто в словаре выписала, вот я хочу немножко так быстренько прочитать вам, что же такое лжесвидетель, лжесвидетельство. Там написано, лжесвидетель — это свидетель, который даёт неправдивые показания, да, но выдаёт неправдивую информацию, ложную информацию. Лжесвидетельство — это лживая истина, то есть лживая информация о ком-то или о чём-то. Лжесвидетельствовать — это давать кому-то, распространять какую-то ложную информацию. Вот человеку что-то показалось или человеку что-то не нравится. И человек не идёт к тому человеку, ну, что ему не нравится в нём что-то, да, а он идёт и ищет такого же человека, как он сам, и распространяет эту ложную информацию. Вы понимаете, о чём речь? Человек клевещет таким образом. Понимаете, я сталкивалась с клеветой не раз в своей жизни. Мне было просто страшно. Вот смотришь на человека, человек смотрит тебе в глаза и говорит такие вещи тебе, что ты просто в шоке. Вот ты стоишь, и ты в шоке. Откуда человек мог это взять? Я спрашиваю, откуда это? Но это же точно из преисподней. Это из преисподней. А человек стоит на своём и доказывает своё. Может быть, я немножко запутанно говорю, но я хочу сказать о том, что человек говорит ложь. Человек говорит неправду. Лжец — это лживый человек, это тот, который лжёт. Лживый — это тот, который склонный к лжи, к обману. Когда мы общаемся с людьми, мы же чувствуем нутро человека. И мы даже знаем, когда мы сами говорим неправду. Мы знаем. Мы знаем. У нас не хватает смелости признаться в том, что мы говорим неправду. И вот человек, склонный к лжи, обманщик, мы говорим, да, обманщик, в этом человеке внутри его содержание — ложь. Этот человек, он смотрит извращённо на всё вокруг. Если у человека внутри неправильное содержание, если у христианина из чрева должны потечь реки живой воды, то обманщика какая вода льётся? Совсем не живая. И этот человек, он не может принести ни совета нормального кому-то, ни поддержки не может оказать никакой, но ничего хорошего этот человек просто не может дать. И проблема очень большая в том, что этот человек, он просто идёт и ищет подобных себе. И это, как Слово Божье говорит, раковая клетка в организме Иисуса Христа. Свидетель — это тот, кто лично, вот лже-свидетель. Свидетель — это тот, кто лично присутствовал при определённых обстоятельствах. Он знает причину, он знает эту ситуацию, он знает, как всё было, и он говорит так, как оно было. А лже-свидетель, он там не присутствовал. Вы понимаете, о чём речь? Человек услышал. Я слушала одного когда-то проповедника, и он говорил. Вот если, допустим, вы услышали, кто-то подошёл к вам и говорит, а вот ты знаешь, вот там он там или она, вот то-то и то-то и то-то, вы спросите сразу этого человека, а кто тебе это сказал? А он сказал тот и тот. Пошли к тому. Идут к тому и спрашивают. А откуда ты это взял? А мне сказал тот-то. И вы знаете, в пятидесятнических церквах с этим очень быстро разбираются. Их просто выставляют оттуда, на замечания их ставят, потому что ты клевещешь на церковь, ты клевещешь на тело Христа. Нам должно быть страшно говорить неправду, клеветать. Если даже я что-то не так сделала или я что-то не так сказала, вам это не понравилось, не надо на мне притыкаться, придите ко мне, помолитесь, правда, сразу, помолитесь, чтобы и ваше сердце Бог открыл, и моё сердце открыл. Чтобы это общение, чтобы у нас состоялось во славу Господа и при Его свидетельстве, при его присутствии. И скажите мне, что я сделала не так. А я вам скажу, что я сделала так или не так. И если это действительно виновата, я скажу, я каюсь. Если вы не состоите из обмана, из лыжи, если вы не суть брехун, то вы захотите примириться с человеком, вы понимаете? Вы не захотите потерять взаимоотношения с этим человеком. Это братья и сёстры наши. Мы все в одном теле. Это тело Иисуса Христа. И нам надо искать что-то общее, а не разногласия искать. И вот нужно идти. Или это со мной может произойти, или с любым человеком. Если вам что-то не нравится в ком-то, лучше подойдите и скажите. А вот мне и то-то, и то-то не нравится, я считаю, что там сделала, или сказала, или сказал, сделал неправильно. Сядьте, спокойно поговорите на основании Слова Божьего, на основании истины. Решите этот вопрос, примиритесь и оставайтесь опять, как родные брат и сестра, или сёстры, или братья. Понимаете, ложь, она приносит разделение, она приносит вражду. А мы молимся, Господи, да будем все едины. Как и Ты, Отче, да, так и мы. Мы хотим, чтобы в церкви было единство, да. А ну так, если мы хотим, чтобы было единство в церкви, значит, мы должны поступать на основании истины. Не идти искать уши, кому вывернуть свою грязь, которая внутри сидит. А прежде всего покаяться перед Богом, сказать, Господи, если я не прав, то меня тогда в разуме. Но я хочу знать, как оно и что было на самом деле. Клеветник, он всегда будет свидетельствовать ложь. Свидетельствовать — это значит удостоверять по длинность. По длинность, то есть истину, что действительно по-настоящему вот так было и так было. Так человек говорил и так человек говорил. Если же нет, мы должны просто каяться. Бог на ложь смотрит очень серьёзно. Бог ненавидит ложь. И мы поговорим об этом немножко позже. А я хочу сейчас прочитать вам несколько мест Писания. Иоанна 8, 44. Новый русский перевод читаю. Вот говорится о тех, кто любит сплетничать, кто любит ложь, кто любит распространять слухи, кто почув звень и пониз его, и не знает довин, и умножает всё это. Вы принадлежите вашему Отцу Дьяволу, и хотите исполнять желания вашего Отца. Слушайте, страшно. Я могу ходить в церковь, не жить по слову, не читать слово, не пребывать в слове. Я прихожу сюда для того, чтобы, не знаю, но зимой погреться, наверное, а летом, потому что прохладно здесь, или просто побыть в такой хорошей обстановке, потому что здесь спокойно. Но есть же люди, которые говорят, вот так тут спокойно, так хорошо, так облаудать. Вот прийти в это место, потому что это место хорошее. Но меняться человек совершенно не собирается. И доказать ему что-то невозможно. Он живёт в своей лжи. Дьявол от начала был убийцей и не устоял в истине, потому что в нём нет никакой истины. Как человек может стоять в истине и не говорить ложь, если внутри него истина это не живёт? Ну как он может устоять в истине? Да, мы говорим иногда, я сталкивалась с такими людьми, ну стой, ну вот держись за слово, Бог тебе поможет, вот просто прояви терпение, благословит Бог тебе, даст тебе терпение. Нет, человек обратно там же. Какой истине он может стоять, если для него истина не авторитет, если он её не кушает регулярно, если он ею не наполнен, и нет ни за что держаться. Такой человек никогда не устоит. Когда он лжёт, то делает то, что ему свойственно. То есть это его естество внутреннее. Он делает то, что он должен, то это в нём есть, это его внутреннее состояние. Потому что он лжец и отец лжи. Откуда вышла ложь? От дьявола. Откуда исходит истина? От Бога. За кого нужно держаться? За Бога. С чем нужно сравнивать всё, что мы слышим, видим, и что нам не нравится, с истиной? Даже врага сказано нужно любить. А мы друг другу не враги? И если нам что-то не нравится, почему мы несём эти слухи где-то куда-то кому-то в уши и сеем вражду среди нас же? Мы же вредим сами себе, вредим тому же телу Христа, в котором мы вроде бы должны являться кирпичиком и должны слагаться в устроенные здания, да, духовные. И Еремея 6 глава, 28 стих. Там написано «Все они упорные отступники». Оказывается, тот, кто говорит неправду, он враг Богу, он отступник, он отставил Бога. Я вам сейчас это докажу. Живут клеветою. Отступники живут клеветою. Вот кто клевещет, кто распускает слухи, сразу написано «Братья и сёстры, в любви такого человека наставляйте». Нужно человеку сказать об этом. Другое дело, если он не принимает, это уже другое дело. Написано это «Медь и железо». «Все они развратители». Вот кто лжёт, развратитель. Ну вот послушайте, я просто и отступник, и клеветник, и развратитель. Тут ещё новый русский перевод говорит. «Все они упрямы и непокорны». «Кому непокорны?» «Богу». Если мы распространяем какую-то ложь о ком-то, то мы грешим против кого? Против Бога. Против Бога, который сотворил этого человека и поставил на какое-то место в своём теле, чтобы употреблять этого человека для блага нашего же. или даже возле друга мы сидим, написано в Слове Божьем, что мы должны служить друг другу теми дарами, талантами, что нам Бог дал. А мы вместо того, чтобы раскопать этот дар и талант и применять его по назначению, мы распускаем язык. Они разносчики клеветы. Они медь и железо. Я сейчас вам объясню, почему медь и железо. Все они развратители, опять же. Современный перевод говорит, против меня повернулись люди мои. Я когда начала вникать в эти слова, я просто была в ужасе. Оказывается, если нам что-то показалось, и мы где-то кому-то что-то говорим о ком-то, то мы клевещим. Сколько раз мы говорили о том, мы же не знаем на самом деле, как эта ситуация выглядит в корне. Да, внутри. Мы же не знаем. Любая ситуация. Мы не можем свое суждение какое-то выставлять, говорить, потому что мы не свидетели того, что на самом деле произошло. Да не надо создавать клевету и создавать вражду. А лучше покайся и молись за этого человека. Если его есть в чем-то, обличить, подойди к нему в любви, его обличи, наставь. Покажи, что написано в слове. Но в любви. Перед этим можешь 10 комплиментов сказать, как обычно нас учат. Для того, чтобы человек почувствовал, что ты все-таки ему не безразличен. А потом ты ему говори, обличая этого человека, но в любви. Потому что это же страшно. Человек, который клеветник, он отступник, он разратитель, он повернулся, отвернулся от Бога, он упрям, он непокорен. О чем это говорит? Это просто обычный грешник, который говорит, я верующий, потому что я хожу в церковь, я исповедовал Иисуса своим Господом и Спасителем. Мы в прошлый раз говорили о том, что есть такая категория людей, которые живут по плоти, плотские. Они пришли, они покаялись, они ходят в церковь, они молятся как-то там по-своему, но они не растут. Они дальше остаются капризными, недовольными и так далее, и так далее. Вот особенно этой категории людей касается вот это клеветничество. «Против меня повернулись люди мои, они упрямы, клевещут друг на друга, они как бронза и железо, которые от ржавчины тускнеют». Слушайте, мы должны быть чем на этой земле? Светом. Светом. А что такое свет? Написано об Иисусе, что в нём не было никакой тьмы. Пришёл свет. Он светил для всех. Точно так же и мы должны позволить Богу менять нас для того, чтобы светить этому миру, чтобы нас никто не мог упрекнуть в том, что мы где-то там сбрехалы, притворились, что-то там извратили, как-то не так поступили, может быть, где-то грубо ответили. Ну, мало ли что можно сделать. Даже если мы так и сделали, разные тоже обстоятельства, ситуации бывают. Нужно всё равно подойти к этим людям и покаяться. Кто, как не мы, должны являть свет этому миру. И вместо того, чтобы являть свет и быть светом, да, написано тут, что бронза и железо, которые от ржавчины тускнеют. Что такое ржавчина? Это тот грех, который начинает разъедать человека. Он сидит в церкви, а его ржавчина разъедает. Вы видели верующего, который раздражён? Сидит, ему всё не так. И церковь не такая, и любви нету, и ещё нету, и ещё нету, ещё и десятину забирают, ещё ещё чего-то там. Я видела таких людей. И вот эта ржавчина, она настолько въедается в человека, что эту ржавчину, ну просто, я не знаю, каким образом отделить от этого человека. Ему нужно самому бежать в объятия к Иисусу, падать на колени, молиться, поститься, я не знаю, взывать просто к Богу, читать слово, хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, понимаешь, не понимаешь, читай и проси у Бога понимания, читай, пребывай там, тогда Бог начинает тебе что-то показывать, объяснять, обличать, открывать. Тогда будет Божий свет включаться внутри тебя, и тогда ты уже начнёшь не извращённо смотреть на людей и на обстоятельства, на ситуации, а будешь здраво рассуждать и смотреть через Божье Слово, через призму Божьего Слова, глазами человека, который изменён, глазами человека небо, потому что мы тоже говорили в прошлый раз, что все мы граждане неба, на этой земле временно, и наша задача, как можно больше с собой ещё забрать на небо, а не наоборот, сделать так и поступать так, чтобы люди притыкались и говорили, да мне такой Бог не нужен. Бог, написано в Слове Божьем, Евреям 1.9, там написано, что Бог возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Слышали? Знаете? А ещё в одном переводе, я прочитала, там было написано, что Бог всегда любил правду и всегда ненавидел беззаконие. А если написано в Псалме, что ты делал беззаконие, а я молчал, и ты думал, что я такой же, как и ты, потому что тебе сейчас булавой по голове не попало, то ты же будешь пожинать в своей жизни. Ты будешь пожинать в своей жизни от своих плодов. Расплата всё равно придёт в своё время. Исайя 59.13. «Мы изменили и солгали пред Господом». А вот это «изменили», это ещё в одном переводе, там написано объяснение, это «предательство», это «отступление от Бога». Представляете, как написано? Как жёстко. «И отступили от Бога нашего». Ещё в одном переводе написано, что мы отказались следовать Ему, поступать как Он. Говорили клевету. Что значит «говорили клевету»? «Разжигали споры, скандалы, ссоры». И разжигали измену. То есть в мятеже были против Бога. Зачинали и рождали из сердца лживые слова. Сначала приходит мысль, мы же знаем, приходит мысль, если мы сидим и думаем над этой мыслью, а не над тем, что Бог сказал, возлюби ближнего своего, как самого себя, то эта мысль, она обязательно опустится нам в сердце. И обязательно мы начнём это говорить. И вот если человек что-то говорит, значит, уже прошёл целый процесс. Человек наглотался червячков, выпил яду, и теперь этот яд начинает изливаться из этих уст. Не живая вода, а яд. Поэтому не надо нам становиться мусорными вёдрами. Если мы видим такого человека, в любви обличили раз, другой не понимает, значит, оставьте его. Просто молитесь за него, но отойдите и не общайтесь с таким человеком. Не общайтесь с таким человеком. Если вы не хотите быть отравленными, точно так же. Другое дело, если человек слушает вашего наставления и начинает сам меняться, признавать свою ошибку, это совсем другое дело. Тогда человека такого надо поддержать обязательно. Но разжигать вот это вот, вот эти склоки, скандалы какие-то там, поднимать мятеж в церкви, потому что пастор не так говорит, он неправильно слово какое-то там выговаривает, да? Или лидер. Да, она умная, потому что она то или это. Когда-то мне одна сестра говорила. Она без мужа, а я была тогда ещё с мужем. Это было много-много лет назад. И когда я её наставляла, она мне говорила, часами рассказывала, рассказывала. Я её выслушивала, выслушивала и выслушивала, и выслушивала. Вот целая домашняя группа проходила практически, ну, для неё одной. Слава Богу, что это было в начале. У меня тогда не было большой домашней группы. И я могла посвятить ей много времени. Я слушала и всё время думала, Господи, что ей говорить? В конце концов, я там начинала. Вот Бог говорит это, вот то. А давай помолимся, давай будем вместе молиться. И наставляла, наставляла. В конце концов, она мне сказала, ты меня не понимаешь, потому что ты с мужем живёшь, а я без мужа. Вот вся правда. Человек хотел слышать то, что он хотел слышать. А когда я говорила, ты Библию вообще читаешь? Тебе-то спать с ней надо, я говорю, читать и спать, чтобы оно у тебя крутилось. А я сплю, оно всегда у меня под головой лежит, под подушкой. Понимаете, но у каждого человека свой менталитет. Ну, лень человеку. У человека хаос в голове, и человек не может себя дисциплинировать и не может сосредоточиться на Слове Божьем. Он сосредоточен на своих эмоциях, на своих проблемах, на своих трудностях, на чём угодно, только не на Слове Божьем. Как он может принимать какое-то наставление от кого-то? И говорит потом о тебе. Пошла к другой сестре, а та без мужа. Она говорит, я пойду в другую домашнюю группу, у неё тоже нет мужа, она меня поймёт. Она туда походила, и она ей говорила тоже, что и я. Она говорит, ты меня тоже не понимаешь, и вообще ушла. Вот понимаете, люди таким образом просто пропадают. Потому что им нравится больше говорить, о чём попало, говорить о чём попало, только не об истине. И не хочется принимать то, что нужно принять. Потому что это же больно, это же неприятно признавать свои ошибки, да, и говорить, что я не прав, что я действительно не так сделала, не так сказала, что я нехорошо поступила, что это со мной проблема. Нет, проблема это с тобой, это из-за тебя всё. Я уже сказала, что ложь разжигает и сеет раздор между братьями и сёстрами. Я сказала, что если мы неправду говорим и таким образом сталкиваем людей, распространяем вот эту клевету, и получается, появляется враждебный лагерь в церкви, да, это проблема большая, и это уже, за это потом уже начинает браться Бог. Мы сеем раздор между собою и Богом. У нас не будет, естественно, если у нас нет взаимоотношений с Богом, то как могут быть у нас нормальные взаимоотношения друг с другом. Если мы не любим Бога, а я вам сейчас прочитаю, что клеветник действительно не любит Бога, это немножко дальше. Я хочу сейчас прочитать римлянам первую главу 28 по 30 стих. Прочитаю два перевода «Синодальный» и «Новый русский». «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». И вот, наверное, может, кто-то не понимает, что значит Бог предал их превратному уму. Как это Бог так мог? сейчас посмотрим, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, користолюбия, злобы, исполнены зависть, убийства, расприй, обмана, злонравия, еще в одном переводе написано «сплетен», злоречивые, клеветники, вот Богоненавистники. Это из той области. Обидчики, самохвалы, горды и так, и дальше. Изобретательные на зло и там дальше, и так дальше. Новый русский перевод говорит, «А поскольку они посчитали ненужным познавать Бога, потому что Бога нужно познавать, какой Он, что Он для нас сделал, что Он нам пообещал, как это все будет осуществляться, в Слове Божьем все написано. Надо познавать Бога. А если они посчитали ненужным познавать Бога, то Бог оставил их на произвол их испорченных умов». Вот тебе превратный ум. Ты думаешь превратно, и ты стоишь на своем. Ну что ж поделать? Каким образом тебя оттуда выдернуть? Бог и так, и это, и людей посылает, и сам стучится. По-разному действию человек не принимает. Что Богу остается сделать? Оставить человека и живи своим превратным умом. Но Бог все равно надежду дает. Бог стоит в стороне и смотрит. До каких пор ты будешь биться лбом в стенку, где двери нет? И когда же тебе это надоест? Допустив им делать то, чего делать не должно. Они полны всякой неправедности, зла, жадности, порочности, полны зависти, убийства, раздоров, обмана, коварства, сплетен. Это одна область. Они клеветники, ненавидящие Бога. Видите? Ненавидящие Бога. И если такие люди стоят и во время прославления, и поклонения, руки поднятые, глаза закрытые, а еще и так, слушайте, ну верующие на тысячу процентов. Хочется подойти и сказать, прекрати бесноваться и веди себя культурно. Хватит дергаться. Никому зрелища не нужны. Они клеветники, они ненавидящие Бога, они наглые, надменные, хвастливые, изобретательные на зло, непокорные и так далее. Притчи 10.18. Вы знаете, в чем заключается лицемерие таких людей? В том, что они будут о вас думать все, что угодно, но в глаза вам улыбаться. Это скрытая клевета. Это скрытая ненависть к вам. И об этом говорится в притче 10.18. Кто скрывает ненависть, у того устал живые. И кто разглашает клевету, тот глуп. А вот смотрите, что написано в современном переводе. Тот, кто скрывает ненависть, лжец, притворщик, он скрывает свою ненависть, но он воздействует на ненависть. Тот, кто открыто распространяет клевету, глупец. Глупо поступает, если хуже не сказать, который распространяет клевету, а тот, который носит внутри, лицемер и лжец. Псалом 14. С 1 по 3 стих. Очень хороший псалом и всем известен. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может жить в присутствии Твоем? Кто может обитать на Святой Говоре Твоей? Кто постоянно может находиться в Твоем, в Божьем присутствии? Тот, кто ходит непорочно, а не тот, кто распространяет порочащую ложь, которая порочит человека, и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему или ближнему своему зла и не принимает поношения, не принимает никакого оскорбления на своего ближнего или на своих родичей. Еще в одном переводе написано. Вот тот человек может находиться постоянно в Божьем присутствии. Он может жить в Божьем присутствии спокойно, под его покровом. Такой человек благословен и такой человек всегда устоит, какие бы у него сложности в жизни не были. Тот, кто ходит непорочно, делает правду, говорит истину в сердце, в сердце, даже еще на устах ничего нет, а в сердце истина, кто не клевещет своим языком, не делает поношение искреннему своему зла и не принимает поношения ни на кого. Ложь — это выдумка. Это может приврать. Еще такое есть, да? Тоже ложь. Добавил до правды, добавил, чтобы было красочней. Это вымышленное все, выдуманное. Суждение о ком-то или о чем-то. И Бог это очень сильно ненавидит. А почему ненавидит? Потому что нет фактов. Но Бог, посмотрите, вот если вы знаете человека и знаете, он вам что-то говорит, а вы знаете, что это было не так. Как вы смотрите на это? Вот человеком распинается и рассказывает, как это было, как это было, как это было. А вы знаете, что это было не так. Как вы смотрите на этого человека? Смотришь, Боже, ну как он так может, да? А Бог как на это смотрит? Свидетель — это очевидец происходящего, а лжесвидетель — это тот же свидетель, только который говорит ложь своё, придуманное. И что Бог ненавидит это больше всего, я вам сейчас прочитаю в некоторых местах Писания тут, и Бог обязательно накажет лжесвидетеля. Псалом 80, 13 стих. «Потому я оставил их упорству сердца, их пусть ходят по своим помыслам». Ещё написано в Деяниях 14, 16, там «попустил Бог им ходить своими путями». Вот если человек этого жаждет, он на этом стоит, разве это не наказание, когда Бог оставляет человека? Бог оставляет человека, потому что человек оставил Бога. И если человек грешит, делает зло, то это зло что делает? Ставит стену между мной и Богом. Да, если я это делаю, я просто строю стену между мной и Богом. Мы же знаем, что в слове написано, что грех разделяет нас. Но человек ходит в церковь, хотя бы даже проповеди слышал и применял, и то было бы хорошо. Но получается, человек ни проповеди не применяет, ни слова не читает, не исследует себя, не исследует Писание, не вникает туда, не признаёт свои ошибки. Если, сколько мы говорим, Слово Божье — это пропуск на небо. Если ты видишь, что ты не соответствуешь этому слову, и ты не попадёшь на небо, ну это же свидетельство тому, что ты не попадёшь на небо, да неужели не может прийти страх? Я не понимаю. Ну должен же прийти страх, ну правда. Ну зачем мы тогда ходим в эту церковь? Зачем мы тогда поднимаем руки, славим Бога? Того, кого ненавидим! Просто ужас. Притча 6 глава. Бог всегда защищает того, на кого клевещут. Помните, я хочу вспомнить такую ситуацию, сегодня готовилась, и мне Бог напомнил здесь в сфере ситуацию про Амана и Мардахея. Что Аман делал? Он, естественно, делал зло, клеветал на этого Мардахея, и он ему уже виселицу построил, всё, уже всё, уже всё, потирает руки. И в конце концов он повис сам на этой виселице. И его 10 сыновей были потом повешены. Это же вообще, понимаете, это страх и ужас. Человек, он просто-напросто в своей надменности, в своей вседозволенности, он делал всё, что ему приходило на ум. Поставили человека… Хочешь узнать человека? Дай ему какую-то должность, дай ему два человека в подчинение, и ты сразу же увидишь, что этот человек из себя представляет, из чего он состоит, чем он дорожит, а чем он не дорожит. Что он сделает с этими овцами? Как тот с чужой, взял её и для гостя своего зарезал, да? И не пожалеет, потому что вовка в овечьей шкуре. Притча 6 глава, с 16 по 19 стих. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его». Слушайте, что мерзость Бог ненавидит и мерзость его душе. Слушайте, эти слова должны нас отрезвлять настолько, чтобы мы просто убоялись и ужаснулись сказать хоть какое-то отрицательное слово о ком-то, даже и о себе. Потому что мы тоже искуплены. И если мы что-то неправильно делаем, то мы не должны сидеть в самообичевании. «Вот я такой, вот я такой, вот я такой». Да такой ты, такой. Но Бог за тебя заплатил такую цену и тебя искупил, и крови его достаточно для того, чтобы тебя омыть и чтобы ты изменился. Крови Христа достаточно. Должно быть страшно становиться от того, что Бог ненавидит и эта мерзость в его глазах, а мы это делаем. Первое. Глаза гордые. Второе. Язык лживый. Третье. Руки, проливающие кровь невинную. Четвёртое. Сердце, таящее злые замыслы. А пятое. Ноги, быстро бегущие к исполнению этих замыслов. Захотелось, надумал, согрел это и побежал это делать. Потому что он этого хочется, плоть этого хочет. Шестое. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и седьмое, сеющий раздор. Между братьями. Лжесвидетельство приводит к раздору. Ну, тут много чего связано вместе. Вы видите, это Бог ненавидит. Я не знаю, нам, наверное, надо вот эти вот стихи выписать себе на хорошую, красивую бумажку и прилепить в туалете перед носом, на кухне, на шкафчике, возле стола, где сидим на кухне, кушаем, возле своего письменного стола, где сидим, что-то делаем. Никакое гнилое слово пускай не исходит из наших уст. Мы настолько расслабились и как-то вот так вот так себя ведем, даже возьмем то же самое правительство. Мы можем его хулить, мы можем его хулить, говорить, а вы такие сякие, а вы такие сякие, а они такие сякие, говорим. Ну, говорим же, говорим же. А что Бог скажет? Ну, слава Господу, есть брат, который не говорит. А что на самом деле? А потом приходим в церковь и молимся за Господи, Ты сказал в Своем слове, чтобы мы молились, да, за всех начальствующих, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. Нам нужно убояться и в конце концов стать христианами. Я прежде всего это себе говорю. Прежде всего в себе. Спасибо, брат. Прежде всего себе говорю. Нам нужно научиться так говорить, чтобы говорить не то, что хочется сказать, а то, что Бог говорит по этому поводу. Как Бог говорит об этом? Господи, спасибо Тебе, что все власти от Тебя и нет власти не от Бога, все власти от Бога установлены. Благослови. Спасибо Тебе, что Ты у власти ставишь именно тех людей, которые способны взять на себя эти обязательства за эту землю, за этот народ, которые будут дорожить этой землей, и которые будут заботиться о ней, которые будут стоять на страже этой земли, как своего дома. Благослови, Господь, их мудростью и так далее, и так далее, и так далее. Благослови, Господь, благослови, Господи. Господи, пускай ни один беззаконник не усидит там в том месте, пускай каждый или покается, или пускай он уйдет оттуда во имя Иисуса. Наше дело молиться. Церковь должна подняться. Должна подняться и взывать. Вот хороший пример за Мардахея. Когда Аман разослал письма, чтобы весь еврейский народ уничтожить, весь еврейский народ, не только в том городе в Сузах, а везде, они что сделали все? Они как только увидели угрозу, они все взывали, они на себе одежды рвали, они пеплом посыпались, они в пасти были в молитвах, они не спали днем и ночью, они не ели, но они взывали к Богу, они взывали к Богу. Все взывали к Богу, а мы какие-то атрофированные. Послушайте, мы действительно какие-то атрофированные. Прости меня, Господи, мы все живые, потому что Бог нам дал жизнь свою. И теперь мы должны доказать Богу, что мы действительно достойны того звания и призвания, в которое мы призваны. Цари и священники, распускающие язык не по теме и обмывающие чужие косточки. Это не призвание, это позор. Ну, кинь-то в мене комментия. Я не так кажу, неправду говорю. Мы расслабились. Расслабились? Ну, расслабились же. Расслабились. Нам нужно подкрутить гайки. И, наверное, Бог сегодня поэтому и заставил меня вот это говорить. Чтобы подкрутить нам гайки. И чтобы подкрутил, я сама себе подкрутила гайки. Потому что мы так нуждаемся в Боге. Но до такой степени, что мы даже, наверное, еще до сих пор и не поняли, насколько мы нуждаемся в Нем и кто мы вообще в Нем есть. Матфея 5, 20. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Понимаете, можно быть просто религиозным человеком, как там написано в Евангелии, ходят по улице с таким важным видом, на углах останавливаются, молятся, чтобы показаться вот такими важными. «Позорыща». И написано «Никто, не все, кто говорит Господи, Господи, войдут». Тоже ж, а исполняющие волю Божью. Матфея 7, 1-2 стих и 21 стих. «Не судите, да не судимы будете, не спешите языком своим говорить то, чего вы толком не знаете о человеке. А даже если человек и виноват, то сам Иисус говорит, что «Льна курай курящегося не угошу, и трости надломленной не переломлю». Бог дает человеку шанс. Почему мы и не можем дать человеку шанс подняться и поддержать? Если вы с таким не встречались, если вы христианин и собираетесь дальше служить Богу, вы встретитесь с такими ситуациями. И может быть, даже вот эти слова, они для того, чтобы вы уже знали, что потом делать, если вы встретитесь с подобным человеком. Сейчас много таких людей, которые ушли, потому что, говорит, отступник пришёл, я не могу сюда приходить, потому что все смотрят на меня такими глазами. А потому что, наверное, никто не нашёлся такой, чтобы посмотреть, что человек сидит какой-то угрюмый, и подойти и спросить, брат, как твои дела? Но мы же заняты все. У нас у многих служение, мы то там, то там бегаем. А тот, кто рядом сидит, он, наверное, точно так же пришёл. Мне хорошо, но и хорошо. Мы должны быть внимательнее более, заботливы друг о друге, протягивать руку помощи, не осуждать им, не сбрасывать человека в яму, который уже вылазит оттуда, уже руками хватается за верхом, а мы его туда, обратно. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру вы мерите, такую и вам будет мерить. И ещё 21 стих. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. А вот первый и второй стих я вам прочитаю в современном переводе. Не судите других, и не судимы будете, ибо Бог будет судить вас точно так же, как вы судите других. Точно так же. Точно так же. И отмерено вам Богом соответственно тому будет, как вы отмеряете другим. Какой вы меряете человек? А, безнадёжный, да? И ты, 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 да? Значит, и на тебя когда-то кто-то махнёт рукой. Написано, Бог на тебя махнёт рукой, если ты на кого-то машешь рукой. И ещё хочу сказать напоследок. Уже немножко времени больше заняла. Обычно дьявол клевещет на тех людей, которые сильные. Если человек приходит в церковь просто где-то посидеть в уголочке, посидел и пошёл, о нём никто ничего говорить не будет. Он в тени, ничего не видно, он там что-то делает, не делает, ничего не делает. А те люди, которые на виду и что-то делают, обязательно таких людей будут трогать, обязательно. И будут говорить, что так и не так, и то, и не это. И неправильно говорит, и неправильно себя ведёт, и слова неправильно выговаривает, и ещё что-то, и ещё что-то. Сам святый, нимб над головою. Пора лик молювать, ставить икону и быть поклоны. Но если нам Бог столько простил, почему же мы так относимся к другим людям? Но мы же, но не святые, как святые, а мы только святые, потому что Бог нас назвал святыми, потому что Он кровь пролил, и Его кровь нас освящает. Вот каждый раз, что они так сделали, покаялись и святились. Что они так сделали, покаялись и опять освятились. Потому мы святы, что Христос внутри нас. Но мы не святы, как Он. И мы не безгрешны, и у нас много недостатков, поэтому мы точно так же снисходительно должны относиться к другим. Не к грехам снисходительно относиться. А если человек где-то ошибается и что-то не так делает, ну, не по-нашему, не так умно, не так образованно, как надо было бы. Надо было десять институтов закончить перед тем, как стоять потом на кафедре и что-то говорить. Но Бог поднимал таких, у кого нет образования совсем. И не говорили истину Божью. А ещё вы помните, может быть, в интернете видели когда-то, мальчик четыре года. Он читать не умел. Ну, как он читал четыре года, я не знаю, но он с Библией ходил, цитировал всю Библию, он проповедовал, он молился, люди исцелялись, и Бог являл свои чудеса и знамения. Для Бога не важно, какое образование. Для Бога важно посвящение. И для Бога важно то, что ты боишься Бога. А боишься, это значит почитаешь, а значит любишь. А если ты Бога любишь, то у тебя не будет причин не любить людей. Бог сотворил человека каждого по образу и подобию своему. Бог сотворил. И тем более, когда человек уже в церкви, и когда он спасён, и когда в нём внутри Иисус Христос, почитай Христа в этом человеке. Может, человек этот ещё чего-то не понимает, ему что-то не открыто. Послужи этому человеку, чтобы этот человек, может быть, что-то понял, и у него в жизни тоже началось что-то меняться. И вот получается, что кто сильнее, на того и камни сыпятся. В церкви может быть пастор, в домашней группе лидер, в служении какому-то служитель, потому что или не обратил внимания, или не то сказал, или мало времени уделил, или ещё что-то, или ещё что-то, но мало ли что может быть. В семье муж. Если ты жена, научись почитать своего неверующего мужа. Если ты хочешь, чтобы этот муж покаялся, в конце концов, не спасёт ли жена мужа? Научись держать свой язык за зубами и не спорить с ним, и не раздражать его. А потом, как попадает тебе под щелепи, ты тоди начинаешь плакать. А куда Бог дивится? А что это такое в меня за человек? А потому что язык не распускай. Жена должна почитать своего мужа. Иди туда в отдельную комнату, не реагируй на его вот эти вот вспышки, всё остальное. В тайной комнате молись и провозглашай, говори, какого ты мужа хочешь получить. Призывай Бога, чтобы Бог изливался своим духом в его сердце. Бог в своё время совершит. Да, непросто стоять. Я знаю, я была замужем тоже. И был тогда муж. Сейчас я 21 год с Богом, а его нет 15 лет. Но до тех пор, 6 лет, я жила с ним, и тоже всего приходилось. Он не понимал, почему я туда хожу, в эту церковь, и что я там делаю. Говорит, скоро будешь вещи выносить с дому. Всего было. И приходил в разном настроении. И вёл себя по-разному. Но Бог давал мудрости, потому что я понимала, что я должна быть примером в своей семье. Как для мужа, для этого, так для детей, потому что дети тоже смотрят. Мы же не понимаем, как дети травмируются, когда мы ругаемся у них на глазах. И тем более, если верующие позволяют себе ругаться со своим мужем. Или муж, ты покаянная, жена твоя не понимает. Проси у Бога мудрости. Благодарю, что Бог наполняет тебя ещё больше любовью к своей жене. Чтобы ты был примером для своей жены. Чтобы жена захотела твоего Бога. А не ты долбишь её, наставляешь, а ты не такая, он написан, а ты должна идти, а тебе надо. Да лучше ты узнай в Слове Божем, что тебе надо. А Бог сам знает, что ей надо и когда. Да можно обо всём говорить. Вот начальствующие тоже, я говорила уже, тоже, они такие благословенние, а мы их ещё поливаем. благослови Господь всех нас. Если нам хочется, чтобы было мирно в нашей стране и чтобы написано вот в Слове Божьем Еремея 29,7 «При благосостоянии города и нам будет мир». «При благосостоянии города и нам будет мир». И написано молитесь за начальствующих, молитесь, молитесь, чтобы вам была жизнь тихая и безмятежная. Мы должны молиться, мы должны благословлять не на те злые дела, которые они делают, а наоборот, в эти дела приглашать суд Божий и благословлять их на добрые дела, чтобы они смотрели. Мы же знаем, фараона Бог использовал для того, чтобы его воля исполнилась. Бог кого хочет ожесточает, а кого наоборот. Наша задача — молиться, наша задача — провозглашать, наша задача — быть истинными, искренними, чистыми, не говорить лжи, не извращать информацию, не распространять никаких слухов, не слушать никаких слухов. Наша задача — ходить в святости и праведности. Бог сказал, «Я свят, будьте вы святы». Вот если мы будем познавать Бога, будем вникать в себя, вникать в учение, постоянно пребывать в Слове, постоянно исследовать это Слово, исследовать себя, если мы будем постоянно каяться, очищаться, освящаться, послушайте, Бог начнёт являть намного больше чудес, чем мы видели до сегодняшнего дня. В церкви надо проснуться, как-то собраться. Ну, я не знаю, у меня слов нет. Господи, благослови всех нас. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, что Ты указываешь нам на наши недостатки, Ты указываешь нам на наши ошибки, на наши промахи, на наши, вообще, может, неправильные дела, может, даже греховные дела. Спасибо Тебе, что Ты Духом Своим Святым дышишь на каждого из нас, и Ты животворишь нас во имя Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, Господи, что Ты прямо сейчас прикасаешься к каждому, и Ты знаешь, кого, в чём нужно обличить, исправить, наставить, ободрить, вразумить во имя Иисуса Христа. Помоги, Господь, нам действительно быть теми, кто провозглашает Твоё Слово и Твою истину, и чтобы из нашего сердца всегда изливались реки живой воды, чтобы никакое гнилое Слово не исходило из наших уст, и тем более его не было в нашем сердце, Господь во имя Иисуса Христа. Помоги, Господь, очисти наши сердца, и чтобы мы всегда ходили пред Тобою в чистоте своих сердец, чтобы наши сердца всегда были открыты для Тебя, чтобы Ты мог нас употреблять так, как Ты хочешь, как Ты желаешь, и чтобы Ты совершал через нас свои великие дела, чтобы Твоя слава являлась, Господь, в нашей жизни на всяком месте, во всякое время. Благодарны Тебе, Господь, что Ты делаешь это, и делаешь намного больше, чем мы просили и помышляли. За всё мы воздаём Тебе хвалу, славу и честь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok